Почему специалисты монтажных организаций заказывают в Форнаксе помимо отопительного оборудования и дымоходов еще и защитные материалы для монтажа? Как, для чего и почему профессионалы используют эти материалы? Привет! Вы на канале Форнакс Филм и впереди пятерка самых необходимых позиций для безопасного монтажа дымохода. Зайдем сразу с козырей. Листовой супер материал, который используют в качестве жесткой основы потолочных, стеновых и кровельных проходов. У него много коммерческих названий, скамотек, изосил, суперизол, но у всех производителей одна основа – силикат кальция. Огнеупорная классификация материала А1, то есть он абсолютно негорючий. Кроме того, он крайне неохотно проводит тепло. Коэффициент его теплопроводности всего около 1,1 ватта на метр кельвин. Но для наглядности я спокойно кладу руку с обратной стороны листа при работающей газовой горелке, которая дует на него. Материал хорошо обрабатывается. Заготовки пилятся в размер ручной пилой. Скрепляются элементарно саморезами. Хоть он и не имеет твердости гипсокартона, из заготовок большого размера можно собрать для камина или каминной топки бескаркасный короб, поверхность которого в дальнейшем можно задекорировать легкими материалами. Силикат кальция гипоаллергенен, экологичен и при нагреве не меняет своих свойств и совершенно не выделяет никаких запахов. Пожалуй, единственное ограничение по его эксплуатации, он не предназначен для использования непосредственно во влажных помещениях. Плиты Роквилу Фаербатс, которые хорошо знакомы зрителям канала Форнаксфильм. Применяются они в качестве тепловой изоляции плоских поверхностей, каминов, печей. Также могут использоваться в самостоятельно изготавливаемых проходных коробах для дымоходов. Материал – каменная вата, соответственно температура применения до 750 градусов. Листы режутся канцелярским ножом, получившиеся заготовки очень просто монтируются. Роквилу Фаербатс – идеальный материал для защиты стен за отопительным оборудованием. Также маты используют для формирования термокороба для каминов и каминных топок. Да, видео с подробным описанием монтажей различного оборудования и дымохода есть на канале Форнаксфильм. Поэтому, чтобы изучить их позднее, подпишись на канал, ну и конечно так ты не пропустишь новые выпуски. Вдогонку к предыдущей позиции – алюминиевый или фольгированный скотч. Им проклеивают стыки материала с фольгированной поверхностью для защиты от проникновения пара, в общем для герметизации. Но он также может пригодиться и для других монтажных работ. Минеральная или базальтовая вата – тоже важный материал для монтажа дымохода. Она негорючая и сохраняет свои свойства до температуры в 700 градусов. У нее высокие тепло- и шумоизоляционные свойства, поэтому нам она интересна в качестве материала, заполняющего пустоты в проходных узлах. Базальтовая вата экологична, но все же при монтаже лучше воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Базальтовый картон – листовой материал толщиной 6 мм, также негорючий и с очень низким коэффициентом теплопроводности. Из-за малой толщины его удобно применять в качестве подложки под различные панели и как часть защитной конструкции деревянных поверхностей, например, при выводе топливного канала печи из парной. А при монтаже дымохода картон используют как подложку под декоративный фланец, закрывающий проходной узел. Выбор термозащитных материалов не ограничен перечисленными выше. Также часто используют фиброцементные плиты, термостойкие герметики, различные мастики. О них мы расскажем в одном из выпусков. Итак, друзья, не доверяйте монтаж дымохода случайным людям, ведь от этого зависит, да я уверен, вы и сами все понимаете. И не экономьте на защитных материалах. Покупая оборудование на форнакс.ру и магазинах форнакс, будьте уверены, что вас проконсультируют и подберут именно то, что вам нужно. На сегодня все, до встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok